Добрый день коллеги, дамы и господа. Я приветствую всех представителей средств массовой информации, которые находятся на площадке МИА России сегодня в Москве. С большим удовольствием я приветствую журналистов и экспертов на площадке в Софии, ну и конечно наших уважаемых гостей в Москве, участников сегодняшнего разговора. Мы начинаем круглый стол в формате видеомоста Москва-София на тему «Россия-Болгария. Взгляд в будущее». Наше сегодняшнее мероприятие посвящено 140-летию установлению дипломатических отношений между Россией и Болгарией. Напомню, что дипоотношения между нашими странами были установлены 7 июля 1879 года. И сегодня мы говорим об актуальном состоянии наших отношений, о перспективах их развития, о сложностях и проблемах, которые существуют между нашими странами, о том, что нас ближает и что может создавать платформу для взаимодействия в будущем. Я слышу, что София нам что-то пытается сказать. Вы Москву не слышите? Да, хотим проливать нашу передачу, потому что очень плохой звук и очень наплакая картина. Вы знаете, я боюсь, что мы в настоящий момент вряд ли сможем что-то исправить. Вот мне мои технические коллеги подсказывают, что мы вряд ли сможем сделать иной звук и иную картинку. Поэтому мы можем продолжить мероприятие либо в таком формате, либо нам придется проводить мероприятие, видимо, отдельно друг от друга. Вам, Софии, без видеомоста, а нам в Москве отдельно. Любомир, мы можем продолжить мероприятие? Ну что ж, тогда я представляю гостей в Москве. С нами сегодня заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству, Юрий Анатольевич Метелев. Рядом со мной научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мехков. Я рада приветствовать на нашей площадке исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Могилевского. И рада видеть на нашей площадке нашу уважаемую гостью, председателя Союза болгарских журналистов Снежану Тодорову. Я сейчас хочу передать слово в Болгарию Любомиру Колорову, представителю, исполнительному директору болгарского свободного телевидения, председателю общества «Друзей России», попросить его представить гостей, которые участвуют в нашем сегодняшнем мероприятии. У нас, к сожалению, сегодня очень мало времени, мы должны уложиться в час, поэтому я предлагаю объединить вот те три группы вопросов, которые изначально были прописаны вами как инициаторами этого видеомоста, и дать всем ответить на эти вопросы, ну, как бы в комплексе, в процессе одного выступления. Итак, пожалуйста, слово вам. София. Спасибо большое. Я хотел представить участников с болгарской стороны. Рядом со мной две роскошные дамы. Это представитель Ростотрудничества, руководитель представительства в Болгарии, Ирина Борисовна Живихина. И Светлана Шаренхов, председатель форум Болгарии и Россия. Один из издателей ежедневных газет «Семья» и «Недельный газета для дома» и, самое главное, двухязычная газета «Россия сегодня». Рядом с нами здесь находится Алексей Новоселов, советник в посольстве Русской Федерации. Рядом с ним Антон Кутик, который является сопредседателем группы Русей, Болгарии и Россия в 44-м парламенте болгарском. Знаменитая наша журналистка, которая является одним из очень ведущих деятелей болгарно-русской дружбы, это Оля Алахмед, чей отец, доктор Нурисовик, был сударец Нурисовик, а мать известная болгарская поэтесса с русскими корнями Ваня Федкова, внучка гвардейского генерала из Ростова-на-Дону и украинской графини из Полтавы. Вот так у нас такой состав. Молодежь участвует Атанас Атанасов, который является заместитель председателя молодежного объединения в Болгарской социалистической партии. И самый молодой, по-моему, участник нашей группы, Антон Путев, и Остапеев, который один из столбов болгарно-русской дружбы, здесь тоже включен к нашей группе. Вот все участники, и мы готовы с вами. Итак, слово Москве. Любомир, поскольку вы были инициаторами организации сегодняшнего мероприятия, я предлагаю начать вам и задать тон дискуссии как раз по тем трем направлениям, которые вы обозначили. Актуальное состояние наших отношений между Россией и Болгарией, о проблемах, которые существуют между нашими странами, ну и также о том, что нужно предпринять для того, чтобы отношения между нашими странами вышли на новый. Более успешный и позитивный уровень. Предлагаю начать вам, а потом в шахматном порядке продолжит Москва. Дорогая, я хотел бы сначала все-таки вернуться немного в истории и сказать, что наши взаимоотношения между русскими и болгарами существуют много веков. Мы рады, как говорил наш президент недавно на Ленинградском форуме, что в свое время Болгарии дали русским братьям Альфави, помогли взять православие. А вот за это в 1878 году русские отдали свой гроб для освобождения Болгарии. Итак, почему сразу не было дипломатических отношений? Я себе задал этот вопрос, когда готовился к этому форуму, и узнал, что сначала надо было сделать болгарское государство, которое воскресло, как фениксис тепла, за что мы благодарим очень нашим русским братьям, которые, начиная с армии и полиции, и во всех административных учреждениях нам помогли создать наши государственные органы. А почему 7 июля? А потому что русский дипломатический агент Александр Давидов 25 июня по старому и 7 июля Банову вручил свои великолепные грамоты тогдашнего государственного государства нашего князя Бат-Эльберта. И с тех пор прошло 140 лет. Многое за это время случилось. Хотел я вам сказать, что некоторые русские газеты пишут, что в Первой мировой войне мы были против русских. Это неверно. Мы воевали против румын, а вот русские войские приехали к нам помогать румынам. Поэтому пришлось сражаться с ними. Говорят, что в Второй мировой войне мы были против русских. И это неверно. Второй мировой войне мы воевали против американцев, и ни одного болгарского солдата не послали на этот фронт. Еще, за счет дипломатических отношений, очень, как ни странно, всю войну у нас был русский посол. Его фамилия Лаврищи, Александр Лаврищи, советский посол в то время. И до 44-го года он сидел здесь в Софии. Значит, когда умер царь Борис III, значит, что было в государственном поле, 43-е годы, 27-го августа, около гроба сидят рядом русские и немецкий посол Текер, я по-моему, да, его называли. Так что у нас очень такие любопытные подробности в истории наших взаимоотношений. Дальше. Первый посол Советского Союза после 9-го сентября, 45-го по 48-го, Стефан Кирсанг. Он очень многое сделал для развития. В 89-го, 88-го, 92-го года, во время наших событий, когда все это поменялось, был Итер Шарапов. Вот это Сирик Шарапов. Самый долгий посол у нас, оказывается, когда космотелл оказывается Юрий Сяпок, он оказывается 8 лет. Ну а сейчас большим другом в Болгарии является русский посол Абхазис Макаров. Так что, вот, я хотел бы вас поприветствовать и сказать, что независимо, какие у нас правительства, у вас и у нас, Болгарии всегда любили, уважали и хотели дружить с русскими. Так что, давайте продолжить эту дружбу, утверждать все, что можно утвердить на благо наших народов. Спасибо за внимание. Слово Москвы. Да, спасибо большое, Любомир, за такие теплые слова в наш адрес. Россияне всегда так же с большой любовью относились к болгарам. Вы нас познакомили с очень интересными фактами из истории российско-болгарских отношений. Мы к истории еще вернемся, но все-таки давайте начнем с дня сегодняшнего. Юрий Анатольевич, как вы оцениваете текущее состояние отношений между Россией и Болгарией? И то, что, наверное, вам ближе, это гуманитарное сотрудничество, гуманитарное взаимодействие между нашими странами. Какие проблемы существуют? Или у нас все гладко развивается? Пожалуйста. Я также хотел бы присоединиться к благодарности Любомиру Каларову за тот исторический экскурс в историю российско-болгарских отношений. Действительно, наши отношения, они уходят вглубь веков. И упоминали и Кирилла, и Мефодий, которые почитаются в наших странах. Ну, и не надо забывать о том, что все-таки нас связывают и общие славянские корни. И действительно, наши отношения, и вот даже из выступления Любомира было понятно, что они испытывали в разные периоды и свои взлеты, и падения, но отношения между простыми людьми, они всегда оставались на каком-то особом уровне. И здесь я бы сказал, что, наверное, существует некий, может быть, культурный код, который объединяет наши народы. И вне зависимости от того, какие были политические течения, какие политические партии приходили в той или иной стране, какие были отношения наши на официальном уровне, отношения между болгарами и русскими, всегда оставались дружескими, всегда они были взаимоуважительными, и всегда, я не побоюсь такого слова, они были братскими. И, конечно, в первую очередь я хотел бы сказать о том, что нас объединяют наши и гуманитарные связи, они развиваются. Ну, надо отметить о том, что в последнее время и наши политические связи и контакты развиваются очень динамично, и об этом говорят те политические контакты на разном уровне, которые происходят между нашими странами. Это и визит нашего председателя правительства Медведева в Болгарию, и визит болгарского президента в Российскую Федерацию, и встреча наших лидеров на полях различных международных площадок и саммитов. Поэтому динамика здесь есть. Конечно, с точки зрения, допустим, нашего товарооборота между нашими странами и экономических связей, может быть, у нас есть большие перспективы, но я думаю, что мы эту тему еще сегодня в нашей дискуссии затронем и поговорим о том, какие перспективы у этого взаимодействия могут быть. Но я хотел бы остановиться, может быть, действительно больше на гуманитарных связях и гуманитарных отношениях, которые, разумеется, неразборно связаны и с экономическими нашими связями. И просто я хотел бы тоже в экскурс немножко удалиться. И поскольку наши болгарские друзья и участники моста в Болгарии находятся сейчас на площадке Российского информационно-культурного центра, я бы, может быть, два слова сказал бы о том, что это такое. Этот центр, он уникальный, это один из самых крупных наших российских культурных центров за рубежом. Он был создан в 1975 году. И я вот приведу только цифру одну, что менее чем за два года его работы, когда он был открыт в 1975 году, его посетило более миллиона жителей Софии и других регионов Болгарии. Интерес к тому, что делает центр, большой. И вот наш директор центра находится сейчас по ту сторону экрана в Софии. Я думаю, что она более подробно нам расскажет о том, что центр делает в настоящее время. Но среди тех больших проектов, которые осуществляет Россотрудничество в Болгарии, я бы отметил два важных аспекта. Ну, помимо того, что мы очень тесно взаимодействуем в области поддержки и популяризации русского языка в Болгарии, интерес к которому неизменно сохраняется и, я бы даже сказал, растет. Несмотря на то, что некоторые наши экономические проекты не были осуществлены в свое время, все равно интерес со стороны болгарской молодежи к изучению русского языка не упал. Поэтому русский язык изучают и в средних школах, и даже в некоторых детских садах, ну и, разумеется, в высших учебных заведениях. И поэтому Россотрудничество всячески оказывает содействие этим институтам, этим организациям в том, чтобы они могли изучать русский язык по новейшим методикам, которые существуют в нашей стране. Но, кроме этого, одним из важных аспектов, который тоже неразрывно связан с изучением русского языка в Болгарии, это большой интерес болгарской молодежи к изучению, к обучению в Российской Федерации. Российское правительство предоставляет ежегодно более 200 стипендий для обучения в России. И надо отметить, что, конечно, желающих поехать в Россию на учебу гораздо больше, чем эти 200 стипендий. И конкуренция, и конкурс, он очень-очень высокий за то, чтобы попасть вот в эту квоту в 200 человек. И еще одна программа, которая активно осуществляется нашим агентством, это программа «Новое поколение». Ежегодно мы принимаем у нас в Российской Федерации тысячу молодых представителей из разных стран, ну и, разумеется, из Болгарии. И вот только в этом году молодые представители, представители молодежи болгарской приняли участие в различных крупных международных мероприятиях, которые проходили в Российской Федерации. Это и школа молодого журналиста «Спутник», и Петербургский международный экономический форум, и Ливадийский форум, и парламентский форум, который проходит в эти дни в Москве. И в этом парламентском форуме принимают активное участие молодые политические лидеры из Болгарии, которые, я так думаю, вот у нас есть тема очень важная, будущее наших российских, российско-болгарских отношений, конечно, в первую очередь, это молодежь, потому что представители старшего поколения, они дружеские отношения между нашими странами сохранили, развивали, и особенно в советское время это было очень активно поддержано, очень активно работали различные общественные организации на этом направлении. Ну, нельзя забывать про общество дружбы, советско-болгарский, болгаро-советский, я сам в свое время был одним из активистов общества советско-болгарской дружбы и с большим удовольствием принимал участие в мероприятиях, которые проводились здесь у нас в Москве и в других регионах нашей страны. Но эти традиции продолжаются, но, конечно же, будущее наших отношений в руках молодежи, и по тому, насколько болгарская молодежь испытывает интерес к нашей культуре, к нашей стране и к обучению в нашей стране, можно судить, что наши отношения, они находятся в надежных руках. Поэтому, наверное, вот это то, что я хотел бы как бы вот сказать, но если будут какие-то дополнительные вопросы или уточнения, я буду готов на это ответить. Спасибо. Да, спасибо, Юрий Анатольевич. Сейчас я передаю слово в студию Софии. Любомир, вы лучше меня знаете, кому дальше передать возможность высказаться? Спасибо. Поскольку речь идет о 140-х веке дипломатических отношений, я хотел похвастаться, что у нас недавно была презентация вот этой книги. Это большая, сложная и очень интересная книга тоже, вы видите, даже какие-то всякие есть и дневные фотографии, которые издала с Литвана Шарейком, которые рядом со мной и презентация была в центре Софии Большой Крестиницы нашей, где присутствовал не только русский посол Анатолий Анатольевич Макаров, но и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Звони Панкин. Вот, пожалуйста, расскажите немножко о том подвиге, который вы делаете. Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, Оксанта. Юрий Анатольевич, поскольку мы находимся на площадке Российского Культурно-Информационного Центра, я хочу сказать, что эта книга издана и благодаря Российскому Культурному Информационному Центру. Это не книга, это архивный документальный дворник подпишеный социологическим икломатическим отношением. Как наш товарищ Рубомир Кларов отметил, болгарно-российские отношения между нашими народами, они имеют тысячелетнюю данность. Наши народы общаются давным-давно, дипломатические отношения были установлены 140 лет назад, тогда, когда была восстановлена болгарская государственность благодаря русско-турецкой освободительной войне, за что мы до сих пор будем благодарны и будем передавать благодарность своим детям и будущим поколениям Болгарии и России. Этот сборник осуществлен благодаря церкви формы Болгарии и России, посольство России и Болгарии и он основан на архивах, которые предоставлены архивами между МИДом России, МИДом Болгарии и государственных архивах Болгарии и России. Мы очень удовлетворены, что к этому мероприятию смог приехать в имени странное странное дело федерации Алексей Анатольевич Панкин. О приветствии и послании к нашим председателям было отправлено Сергей Риктор Лавров, который написал очень теплые слова, связанные с болгарно-засильственными отношениями. И он как министр иностранных дел номер один в мире я так его называю и так называют его мои ребята в редакции газеты «Россия сегодня». Он как раз пишет о будущих наших отношениях, о том, что перед Болгарией и Россией предстоит очень много испытаний. Одно из самых важных это установить мир на европейском континенте, мир в Черноморском регионе и что наши народы если основываются на историю, на память, на генетический код, как говорил патриарх московский и российский, что между Болгарией и Россией есть общий генетический код, если наши народы и наши правители, наши политики основываются на памяти, на историю, то мы справимся с выгодом, который предстоит перед Болгарией и Россией в сегодняшнем многополярном мире. Второе, что я хотела сказать, что болгарно-российские отношения сейчас реально динамично очень развиваются на очень высоком уровне. После посещения президента Болгарии в прошлом году в Москве и в Сочи, в этом году он был на Санкт-Петербургском экономическом форуме выступил очень компетентно, здорово, его выступление было принято на уран, можно так сказать, поскольку оно реально взгляд на будущее, как вы назвали в наших видеонос Россия-Болгария и взгляд в будущее. Мы как неправительственные организации в частности форум Болгария и Россия Любомед Голах представляет общество дружбы Александра Немцлева между Болгарией и Россией. Снежана Тодорова, здравствуй, Снежана. Она у вас, она как председатель Оргенационного Совета Болгарии и России и, конечно, председатель Союза журналистов Болгарии. Мы будем продолжать работать на это поле. Я как издатель газеты Россия сегодня поблагодарю Российскому культурному центру, что она находится на площадке, она работает на площадке этого форума. Этого центра спасибо Ирине Борисовне и руководству Росстатрудничества. Мы очень честно сотрудничаем Стас старейшая информационная агенция России 10-15 лет назад вместе с Стасом организовали шестой конгресс русскоязычные СМИ. Нам приехал десант из более чем 65 стран русскоязычных СМИ, 300 изданий российских и российских, которые работают за Бежон. Так что мы идем в лошадки народных дипломатий и лошадки на медийном поле будем продолжать вместе из нашей телевидения и Болгарской Болгарской И давайте поскорее, потому что ждутся мои товарищи, чтобы приспособились по всем этим вопросам, с которыми мы подготовились. Слово Москва. Да, Любомир, конечно, я передаю слово Михаилу Юрьевичу Мевкову. Начали говорить уже об истории отношений России и Болгарии. Переживали как взлеты, так и падения, об этом уже упоминалось. А вот сегодня история наших отношений, она скорее сближает или все-таки есть какие-то разногласия, недопонимания с вашей точки зрения? Спасибо большое. Я научный директор Российского военно-исторического общества, наш председатель, он же министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. И вот мы вместе очень многое сделали для того, чтобы память о российско-болгарских отношениях, о русско-турецкой войне 19 века оставалась на долгую-долгую память, оставалась в веках. И вот нами, в частности, был поставлен памятник героям русско-турецкой войны, прежде всего Скобелю, у здания Академии Генерального штаба. Выпущена книга вот в прошлом году, посвященная русско-турецкой войне, и взгляд прежде всего болгар, как они относились к России, как относились к русской армии. Очень интересная книга, основанная на воспоминаниях. И действительно, дух захватывает, когда читаешь эти строки, как встречали наших солдат во время русско-турецкой войны. Ну и, в частности, у нас был проект «Стои великих полководцев России», где и такие полководцы, как Скобелев, Гурко, тоже говорили об Александре Третьем, который участвовал тоже в этой войне. Они, конечно, все получили достойные признания. Я хотел бы сказать, что изначально, вы сегодня говорили о дипломатии, изначально наши великие дипломаты, в частности, министр иностранных дел того времени, Горчаков, Игнатьев, они отмечали, что необходимо сделать все после русско-турецкой войны, чтобы дать возможность болгарам самим определить и форму своего правления, и проектировать национальному единству, не разъединять, а объединять, наоборот, в том числе славянские, балканские народы, то, чтобы Болгария действительно стала очень важным и большим членом вот этой большой европейской семьи. Ни в коем случае не вмешиваться во внутренние дела непосредственно Болгарии. И вот такой призыв, такой непосредственно посыл, который был дан тогда, еще в XIX веке, мне кажется, остается актуальным и до сегодняшнего дня. Конечно же, как уже было сказано, история российско-болгарских отношений знала взлеты и падения. К сожалению, и в конце XIX века мы знаем, что Болгария оказалась непосредственно на другом фланге. И в годы Балканских войн, и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, к сожалению, Болгария находилась в лагере наших противников. Хотя правильно было сказано, что на территории Болгарии в годы Второй мировой войны от болгарской пули не погиб ни один советский военнослужащий. Вот интересно то, что несмотря на то, что действительно было сложное время, было то, что на территории Болгарии находились и немецкие войска. И именно поэтому, собственно говоря, Советский Союз и объявил войну Болгарии 5 сентября 1944 года. Но мы знаем, что уже 8-9 сентября произошел переворот в Болгарии, к власти пришли силы Отечественного фронта. И Болгария вместе с Красной Армией доблестно воевала непосредственно уже против немецких захватчиков. Действительно, это был освободительный поход Красной Армии на территорию Болгарии. Когда вот непосредственно части Красной Армии входили на территорию Болгарии в сентябре 1944 года, ну, все ожидали, какая будет реакция непосредственно болгар. И когда пришли вот эти радиосообщения о том, что болгарские солдаты выстроились вдоль границы и отдают честь красноармейцам, то, что встречают красноармейцев с цветами, с хлебом, с солью непосредственно, вот это все, конечно, было большим знаком того, что ждут непосредственно Красную Армию, ждут российского солдата вновь, который пришел на болгарскую землю освобождать непосредственно теперь уже Болгарию от немецкого Ерма, как и было вот непосредственно упомянуто в обращении к болгарскому народу, командующего Третьим Украинским фронтом Толбухина. Я хотел бы сказать о том, что, конечно же, сегодня мы должны свято помнить все события, которые связаны с войнами, которые велись на территории Болгарии, в которых участвовала непосредственно наши войска, освобождая Болгарию. Очень приятно осознавать, что сегодня в Болгарии, ну, нельзя сравнить абсолютно то, что происходит в отдельных восточноевропейских странах, как, например, в Польше или там в Прибалтике по отношению к памятникам советским воинам. Болгария чтут память нашего солдата. Хотя, конечно же, отдельные проявления, ну, вандализма, они проявляются непосредственно к тем памятникам, которые поставлены непосредственно уже солдатам, нашим солдатам-красноармейцам в годы Великой Отечественной войны. Мы, конечно, выступаем против этого. Но, естественно, то, что мы видим, то, что большинство, абсолютное большинство болгарского народа и раньше, и сегодня выступает за тесные и дружественные отношения с россиянами. Это надежный фундамент того, чтобы наши отношения в дальнейшем развивались именно в позитивном ключе. Мне кажется, то, что иногда то, что отношения, вот историческая перспектива между Россией и Болгарией находились как бы в двух плоскостях. Одна плоскость – это правительство, руководство, которое порой занимало непонятную позицию, да, мягко скажем. И с другой стороны – это отношения болгарского народа, которое постоянно было дружественным по отношению именно к нашей стране. И вот этот именно фундамент, он послужит, мне кажется, дальнейшим и делу развития наших экономических отношений и, самое главное, культурных отношений. Ведь не секрет то, что общность наших культур, ментальность, духовность, она, безусловно, существует. Именно вот на этой основе мы должны развивать, мне кажется, дальнейшее сотрудничество. Все, что остальное – экономика, сельское хозяйство, да, промышленность, да, различные проекты, которые у нас могут существовать, оно в любом случае будет базироваться на этом культурно-историческом фундаменте, который вечен, который постоянен и который не подвержен непосредственно какой-то конъюнктуре сегодняшнего дня. Я хотел бы сказать, что было бы очень важно, мне кажется, в преддверии 75-летия освобождения Болгарии, ну, в период 75-летия освободительной миссии Красной Армии и, конечно, Великой Победы, Великой Победы, в которую решающую роль сыграл именно Советский Союз, произошла встреча именно молодежи, молодежи восточноевропейских стран и России. И, конечно же, здесь молодежь Болгарии играла бы одну из ключевых ролей. Понимаете, когда мы посмотрели бы, молодежь посмотрела бы в глаза друг к другу, мы просто осознали бы то, что у нас общее прошлое. Наши деды и прадеды той молодежи, да, имели общие цели. Болгары воевали, в том числе большое, огромное, ведь партизанское движение было в Болгарии. Мы воевали за общие цели. И, в конце концов, вот в 1944-1945 год болгарская армия доблестно воевала против фашистов, да, потеряв более 30 тысяч человек, внесла очень весомый вклад в разгром гитлеровских захватчиков. Вот сегодня мы должны об этом вспоминать, и многие тогда проблемы, которые существуют между нами, они бы ушли в прошлое. Нам легче было бы договариваться по различным актуальным вопросам сегодняшнего дня. И Российское военно-историческое общество, безусловно, с другими организациями, как Россотрудничество, МГИМО, Академия наук, безусловно, готово принять участие вот в такого рода мероприятия, когда бы встречалась именно общественность и, прежде всего, молодежь наших стран. Спасибо большое. Спасибо большое. Михаил Юрьевич, вновь передаю слово Софии. Любомир, пожалуйста. Спасибо большое. Очень интересно было и очень приятно слышать такие теплые слова в наш адрес. То, что перед началом нашего моста мы с Алексеем Васильевичем Новичеловым обменялись, что он на ближайшее время будет делать русский апостолюционер сказал, что будут ехать по поводу памятников территории, в Болгаре. Так я по поводу памятников. Скажите мне одной стороны в мире, которая держит 500 памятников русских и советских войн. Это вам не Прибалтика и никакие ваши студенты, это Болгария. Я был очень интересно услышать, что думает по этому поводу непосредственный руководитель культурного деятельности в Болгарии Алексей Васильевич Новосел. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Дорогие друзья, во-первых, я бы хотел всем московским коллегам и моим коллегам, которые здесь в этой студии, передать сердечный привет чрезвычайному полномоченному посла России в Болгарии Аннатолия Анатольевича Матарова за 40-летним восстановлением дипломатических отношений. Мы действительно долго ждали этой даты, и вот сегодня мы практически находимся накануне ее. Я в Болгарии нахожусь после тридцового перерыва, практически после трех десятков век. Первый раз я здесь работал еще в Советском посольстве, и вот я снова оказался в Собии, и мне есть с чем сравнить атмосферу тогдашнюю и сегодняшнюю. Что я должен сказать? Конечно, много воды у тепловарей. Россия и Болгария настощили, именно они в различных системах политических координатах. Вместе с тем, отношение простых болгарских граждан к нам, гражданам России, оно, на мой взгляд, совершенно не изменилось. Куда мы не приехали, а мы часто посещаем различные города, в Молгарии, в связи с теми или или иными культурными мероприятиями. И видим отношения, на мой взгляд, можно кратко представить одним словом, братские. И я полностью согласен с Михаилом Милковым о том, что именно цивилизационные основы культурные отношения, которые сложились за многие десятилетия, столетия до этого, они являлись тем фундаментом, который позволит нам и дальше наращивать отношения по неступательной линии. Здесь вспоминали о том, что начало установления отношений берет с момента вручения в ритминограмму статистовосоветникам Давыдовым, идеально поздно в то время, Эзуга Генгерго. Я помню те жаркие дискуссии, которые проходили между научным сообществом Болгарии и Россией в начале 90-х годов, и предлагались разные годы брать за начало отчета. Это и 79-й год, и 16-й год, и 34-й год. Но потом все-таки сошлись во мнении, что, наверное, исторически и научно кто-то справедливо брать времена 7 июля 79-го года, когда Болгария получила свою государственность после освободительной русско-турейской войны, решающих плат, которые принесла Россия. В настоящее время отравно отметить, что 19-й год и 2-й годы предыдущего года они показали, что отношения между нашими странами стали существенно меняться. В том году состоялся визит, и премьер-министр, и президент оправдали в Россию. А до этого я должен сказать, что таких контактов на высшем уровне не было около 10 лет, что, конечно, нельзя назвать нормальным. А в этом году отравлено с президентом помывал и Виктор Адольевич Медведев. И недавно, кстати, на дне в новости Москвы, представитель народного собрания Цвета Кровянчева, которая имела конструктивные переговоры и с государственным правительством, и с руководителями обеих половинных федеральных собраний, и с правительством, и с правительством дел Лаврова. Фактический диалог, его состояние, это очень важная основа для развития отношений фактически во всех сферах. И охранно отметить, что положительность людей имеется. Такую экономическую дверь возобновила регулярную работу межпромиссной комиссии экономического и технического подруга, очередное седание, которое намечено на СИД апреки этого года в Болгарии. Регулярно проходят встречи рабочей группы энергетики, рабочей группы по вопросам недвижимости. Это все, я уверен, что совместными усилиями мы сможем придачить импульс короткий сотрудничество в интересах народской деятельности. У наших стран много резервов для поступательного движения вперед. Одним из них является межрегиональные связи. Я тут интересовал, что полет, вот сколько на сегодняшний день у нас освещено двусторонних соглашений о партнерстве межрегионами. И было приятно, что эта цифра практически равняется старой. И знаю, что простотворчество, которое сегодня является главным координатором этой работы, оно активно этим занимается, и имеется немало, так сказать, высказываний на местах о том, что отдельные города, регионы Болгарии, они не хочут заключить партнерские отношения с городами Российской Федерации. Хочется пожелать им в этом плане успеха. А следствием того, что эти связи развиваются, можно назвать, например, что в сентябре в этом году в Армии или в Ургасе планируется провести фестиваль недели северного Кавказа. Там будет проведен демократический форум и выставка народных перемещений, и выставят на церкви творческие коллективы народных Кавказ. Я, поскольку отвечаю за культурно-гуманитарное направление и отравно быть, что культура, пожалуй, единственное направление, которое, несмотря на изменения политических отношений, которые были в последние десятилетия, она всегда сохраняла очень высокую геннадию. Так вот, на днях мы здесь сразу же приветствовали на выступление сразу в пяти городах государственного академического ансамбля Кубанский Казачий Фор. Об этом, наверное, Толя Альмед может подробно сказать, поскольку она приездила и здесь с ним будет общаться. Это замечательный коллектив, и был приятный видеть, как в зале народных и культуры болгарские граждане буквально рукой стали его зажигательным воскреплением. Недавно на днях закончила свою работу очень интересная выставка Национальной художественной галереи в рамках дней первого этажа в Сапире это были выставлены уникальные исторические артефакты это меч камня брата и золотое кольцо из передпеченского клада полководства на Украине. Явилась таким огромным интересным болгарская общественность знакома с этими артефактами. Надеемся, что из термитажа болгар увидят здесь и другие уникальные экспонаты об этом шла речь на переговор к водителям этой артефактами и кольцо этой галереи. Здесь много было сказано о том, что в Сапире в Альдарии находятся большое число памятников к воинам русской армии воевавшего русской туристской войне, а также советским воинам, которые освобождали Болгарию в 1944 году. И хочется выразить большую благодарность нашим дружеским партнерским болгарским объединения к Крадиционному совету Болгарии России, формулу Болгарии России за большую помощь, поддержке этих памятников. Конечно, здесь, как говорится, не отходится, к сожалению, без ложки дегтя. Речь в данном случае я веду о памяти оскарбе. Хочется призвать болгарские власти, чтобы они наконец-то наделили его советующим охранным статусом и он был надежно защищен от косинфористов вандалов. Главер сейчас упомянул, что на днях посольство планирует принять участие в открытии очерного памятника в Балгарии. В данном случае речь идет о видном российском дипломатии Алексея Николаевича Церепелеве или Церепелеве в селе насящем его имя. А также нужно добавить, что будет открыт в этот же день в Лорге на Днемянной улице мемориальная доска его памяти. Это первый российский консул в тогдашем Телепополе и человек, который в то время стоял у восточной болгарской государственности. Работал недолго, но память о днем среди Балкар очень крепкая и я бы надеюсь на высоту, веках. Кроме того, в преддверии годовщины дипломатических отношений здесь состоит научно-техническая конференция с участием на научном сообществе России и Болгарии, где эксперты обеих сторон проанализируют нынешнее состояние и устранить отношения и попытаются выстроить алгоритмы будущего развития этих отношений. Хочется пожелать успехов участников в этом году. Спасибо большое. Я хотел добавить, еще что предстоит открытие памятник в центре студии на улице Графа Игнатьев этому дипломату, который подготовлен и подписал Сан-Стефанский Верный Горьб так что задержится, что Долгарский Графа Игнатьев вас покажет. А я уже добавил, что в алгоритме мы знаем, а вот в Москве наверное наш комитет не все знают, что решение исторического совета общинского об установке этого памятника было принятие еще аж в 1903 году. И к сожалению прошло уже с выше 100 лет, но оно до сих пор практически не реализовано. Надеемся, что исторический перевиз будет в 1626 победитель. Ирина, вы продолжите? Быстрее, давайте. Да, вот сказала Ирина Анатольевич, а Ирина, что вы можете выиграть. Я коротко скажу цифры. Я уверена, что мы в этом заберем планку в миллион выжитителей в конце года точно преодолеем. Это остальные цифры, которые на сегодняшний момент у нас в Иринае уже сказали. Мы последние буквально за время привели мероприятие, два больших мероприятия, где было выше 300 людей, а там у нас посвящена мультипликация, и более 300 людей пришло мероприятие, которое было связано с космосом. Вообще-то с космосом. Еще хочу сказать, что кроме детских мероприятий, связанных с космосом, мы привели мероприятие, где было свыше 300 человек. Это мероприятие связанное с торговедением полета Немалая Наши врачи космонавта Немалая 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 и Болгарского космонавта Георгия Бадова, который сегодня радует с ее рождением и от нас всех его помнят. Сегодня еще. Нашими подборами усадь конкурсов развития мы довели уже 4 детских конкурсов, когда дети всех национальников, которые живут в Болгарии, поют, танцуют, читают стихи на русском языке. Во всей Болгарии проходили отборочные, а у нас здесь, на площадке нашего центра проходило 4 детских конкурса, то есть ближайшее время. Много детей у нас ходят, кружки балет, такие, кружки, такие, как кружки балета, борьбы, предстоят мероприятия в нашей библиотеке, где действительно богатый очень богатый выбор книг на русском языке, и у нас достаточно большое количество посчитателей библиотеки. Хотел сказать, один из показателей, какие у нас гуманитарные отношения, на мой взгляд, говорит тот факт, что наш ход, о котором говорил Юрий Анатольевич, 225 человек, это очень большой ход, это ход, который больше, чем у многих стран, и наши соседи, и вообще рядом с стран. Поэтому, во-первых, большое спасибо сотрудничество, которые такое внимание уделяют молодые на большой конкурс, и, насколько я знаю, было там руководителем наших решение, что, может быть, даже каким-то образом изменят в сторону увеличения, но и сегодня год очень достойно, и действительно это, на мой взгляд, очень большое дело, среки дня, наши отношения. У нас существует больше 50 в Болгарии русских клубов, куда входят и наши сотрудничества, и болганские граждане, сколько четыре статьи говорят о наших отношениях, кроме того, что они совершенно безответственно проводятся связи, больше там мы помогаем технически и организационно, поэтому с точки зрения обеспечения надо сказать, что у нас жизнь мурлит, и я думаю, что у нас еще больше мурлит, и особенное внимание про тебя в работе молодежи и детства. Спасибо большое. Спасибо. Слово Москвы. Да, спасибо большое. Все выступавшие подчеркивали особую роль контактов на гражданском уровне, и совместное празднование таких юбилейных дат, как сегодняшняя дата, как 75-летие освобождения Софии от нацизма, оно позволяет нам лучше понять и сблизиться друг с другом, а это будет позволять находить те самые резервы, которые нужны для будущих отношений, хороших отношений между нашими странами. Константин Ильич, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я хотел бы в первую очередь поприветствовать наших хороших очень партнеров, товарищей, которых мы видим по ту сторону экрана, в Софии. Хотел бы передать самые теплые пожелания, приветы тем, кто сегодня не смог принять участие в нашем видеомосте. Ну и, конечно, очень многое в наших отношениях, в наших современных отношениях обусловлено именно исторически. И говорили сегодня об этом, Любомир с этого начал. Я думаю, что вы абсолютно правы, если взять такого среднестатистического российского гражданина, я не слышал, что проводились такие опросы, но мне кажется, что было бы, может быть, интересно такой опрос провести. По моим наблюдениям, ну, будут, конечно, вспоминать, говоря о, безусловно, братских отношениях с болгарским народом, будут вспоминать и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну, участие болгарской стороны на стороне наших противников. Справедливо ли это? Безусловно, не вполне. Об этом Михаил Юрьевич очень убедительно сказал. Я думаю, что, если говорить о том, как относится такой среднестатистический россиянин к Болгарии, болгарскому народу, безусловно, как к родственнику, ну, может быть, как к родственнику, я бы сказал, с такой пониженной семейной ответственностью, нужно предпринимать усилия, мы все это делаем для того, чтобы вот этот исторический груз, исторический багаж вернуть, так сказать, на свое место, это называется историческое просвещение, поэтому здесь присутствующие как раз много для этого делают. Я вот помню, как мы в составе российской делегации были несколько лет назад в Плевне, на 140-летие взятия Плевны, освобождения ее, важнейшее сражение русско-турецкой войны, которое привело, как очень точно формулирует в Болгарии, к освобождению Болгарии русскими войсками от 500-летнего османского владычества. И потрясает не только то, в каком состоянии хорошем находятся памятники той войны, захоронения, мавзолей, но и то, как трепетно болгарский народ относится к памяти о том, что происходило 140 лет назад, когда огромная площадь в Плевне, на которой тысячи, десятки тысяч людей, присутствовал президент Болгарии, члены правительства, опускается на одно колено в память о погибших болгарских ополченцах и русских солдатах, принесших Болгарии 140 лет назад свободу. Это, конечно, очень сильное впечатление, лучше всего говорит о том отношении, которое действительно есть между нашими народами. Мы, российская делегация, делегация российского исторического общества подарили президенту Болгарии копию архивного документа схемы расположения русских войск при осаде Плевны. И президент господин Радев с удовольствием принял этот подарок, сказал, что это бесценный документ. Кажется, что вот именно в этом будущее, в публикации документов, в рассказе на основании исторических источников о том, что было на самом деле. Вот памятники в Твери, в черте города, это город, в России, в 150 километрах от Москвы, привели в порядок захоронение Гурка. Иосиф Гурка, герой русско-турецкой войны, человек, именем которого названы Болгарию улицы, похоронен там, стоят памятники. Я думаю, что, если мы говорим о визитах болгарских делегаций, нужно обязательно предусматривать посещение могилы небольшого музея Гурка, который в надлежащем состоянии поддерживает русский священник, отец Геннадий Ульянович. Но, конечно, если уже заговорили о памятниках, то не могу не присоединиться и не могу не обратиться к болгарским коллегам. Давайте вместе, может быть, что-то придумаем, поддержим, может быть, предложение российского посольства в Болгарии, обратимся к болгарским властям, но совсем не дело мазать памятники краской, совсем нехорошо, безобразие. Памятник Красной Армии, освободительницы в центре Болгарии, здесь как раз, может быть, нужно говорить о работе с исторической памятью болгар, болгарской молодежи, так же, как и в историческом просвещении, как я уже сказал, нуждаются и наши граждане. 75 лет освобождения Болгарии, вот совсем чуть-чуть осталось, действительно, практически никто, практически не было столкновений, Болгарии встречали Красную Армию как армию освободительницу, каковая она и была, менее тысячи человек погибло при продвижении Красной Армии по территории Болгарии, что, конечно, неизбежно, когда такая большая сила, большая армия находится в движении. И вот сейчас готовятся выставки, документальные выставки в отношении истории освобождения каждой из стран Восточной Европы. И выставка документов по освобождению Болгарии, она тоже будет под эгидой Российского исторического общества к осени подготовлена, поэтому предлагаю, уважаемые коллеги, подумайте вместе и открыть можно эти выставки в разных местах и, конечно, в нашем замечательном центре, мне кажется, нужно открыть науки и культуры и в других местах. Давайте подумаем, уважаемый Любомир, может быть, телевидение сделать передачу, такой круглый стол, показать вот этот документальную основу воспоминаний о том, что происходило 75 лет назад, поговорить о том, что помнят люди, что происходит с исторической памятью. И, конечно, наши друзья, хорошие болгарские русисты, я вот не могу не вспомнить и не передать привет и Румяне Михниевой, и Искребаевой, это очень уважаемые болгарские историки, у которых есть ученики, молодые люди, которые занимаются историей России, мы всегда рады видеть и их, и их учителей здесь, в России. Спасибо большое. Спасибо. У нас, к сожалению, уже времени почти не осталось, но люди еще не выступили, поэтому мы продолжаем. Снежана, а каким вам видятся российско-болгарские отношения? Пожалуйста. Спасибо большое. Я хочу, во-первых, поздравить всех, во-первых, присутствующих здесь, за прекрасную организацию круглого стола, поздравить своих коллег и друзей, которые находятся на площадке Российского культурно-информационного центра в Софии. и очень рады, что мы вместе и продолжаем идти по пути активного сотрудничества. Мне лично, если коротко ответить на ваш вопрос, мне видится очень хорошее будущее. И это не только потому, что мы накануне большого праздника, 140-летие установления дипломатических отношений между Болгарией и Россией, и я хочу всех поздравить с праздником. Я узнала, что здесь недавно буквально на днях откроется выставка, посвященная 140-летию, и на открытии будет Сергей Лавров присутствовать. У нас в Софии тоже проводится, как вы узнали, очень много было интересных презентаций, альбома, книги, фильмы, но еще хочу сказать, что Союз Болгарских журналистов буквально 3-4 дня тому назад направил Россотрудничество проект, который посвящен 140-летию установления дипломатических связей и так и называется журналистский взгляд на установление на юбилей, на 140-летие установления дипломатических отношений, потому что нам кажется, что очень важно, чтобы молодежь знала, что случилось за эти 140 лет, как Россия помогла не только в освобождении Болгарии, а и потом при восстановлении болгарской государственности и после установления дипломатических отношений, что случилось. Об этом рассказывают и альбом, и книги, и дай Бог, чтобы наш проект прошел здесь серьезную комиссию, потому что мы хотим, чтобы этот проект работали молодые студенты факультета журналистики, студенты исторического факультета, и молодые наши ребята, которые интересуются темы двусторонних отношений, потому что будущее, я уверена, будет очень-очень хорошим. Если мы смогли за 140 лет сделать немалое, то это дает основание думать о том, что мы успеем в этом направлении. Конечно, мы прекрасно знаем, что мы должны очень много еще сделать, особенно, что касается публикации в наших средствах массовой информации. Мы говорим, что в журналистике закон номер один, на это правда, нужно писать правду, нужно истину писать. К сожалению, это не всегда так. Причин очень много, но, конечно, воюем с этим, как только можем. И на той конференции, на которой я присутствовала в Госдуме, тоже была большая тема о фальшивых новостей и о том, как, причем, представители западных стран, не Болгарии, представители западных стран сказали, обратились с таким призывом, не думайте и не верьте тому, что пишут газеты, не судите по тем публикациям в газетах о состоянии отношений с Россией, потому что у народа совершенно другие чувства и другие желания. Ну, конечно, и мы, как Союз журналистов и журналистов Болгарии делают все возможное, чтобы правда об наших отношениях появлялась как можно чаще в наших средствах массовой информации. Я благодарю всех, кто этим занимается и в Болгарии, и в России, и очень рада, что здесь присутствуют мои болгарские коллеги. Еще раз приветствую и благодарю вас, уважаемые коллеги, прекрасные ваши медиа, которые являются таким любезным хозяинами, и организатором нашей встречи. Рада будем вас видеть в Болгарии. До новых встреч. Спасибо большое, Снежана, за теплые слова. Я передаю сейчас слово в Болгарии. Любомир, если у вас кто-то еще не успел выступить, пожалуйста, короткие комментарии. Мы, к сожалению, уже в самое ближайшее время должны завершать. Пожалуйста. Так, я нам пословно Любомир очень скромно вам расскажет. Мы очень благодарны за то, что делает фонд истории Отечества сохраняя память болгарно-расильских отношений. Но вы сказали обновили группу в Болгарии. Мы обязательно поставим все то, что и будем туда отдавать отношение и свое преклонение. Благодаря сейчас Матвомир и его организации в центре Супеи есть памятник генералу Бонку. Уже лет как он был построен. И мы каждое 3 марта для освобождения Болгарии приносим свои цветы Дану Матвомир дорогая что похвалила. Тут у нас есть такой пункт третий. Для будущего какие шаги нужно предпринять для выгодного отношения на новый уровень, если это возможно. Есть такая задача. поскольку здесь у нас сейчас присутствует депутат в Болгарском парламенте, который одновременно с этим является и сопредседателем группы в парламенте для дружбы с Россией, я хочу ему предоставить слово, тем более, что у него свежее впечатление от посещения парламентарной делегации недавно в русской столице. Пожалуйста, господин Путин. Минуты. Спасибо. 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 Попробую быть смешанно кратки, поскольку я помню, что уже другое время. Мне бы хотелось сказать, так, что Болгария является членом России на ремонт, это было отключение болгарского народа 50 лет назад, но это, по-моему, шанс для болгаристов отношений, потому что я уверен, что отношения между Европой в целом и Россией очень важны не только для Европы и для России, а вообще для России. Я совершенно уверен, что если мы успеем как-то на основании двустратных взаимоотношений и в Болгарии, и с Европой сделать так, чтобы мы в геополитическом смысле развивать наши отношения, это может поменять всю географию мира, экономическую географию нет. То есть я думаю, что в Болгарии, в общем, сейчас в этой делегации парламентской, в этой делегации парламентской, она несколько раз говорила об этом, о том, что Болгария могла быть мастером между Европой и Россией. И именно в этом, я думаю, что выявляет будущий болгарский если мы успеем быть полезным для того, чтобы отнять отношения между Россией и Европой, чтобы найти путей для того, чтобы развивать экономику всего этого континента в республике, если мы найдем способы, чтобы русский сырек приезжал в Европу, и Европа экономически вместе с Россией, это бы поменяло экономику всего мира. То есть, для меня, лучшее наше отношение является именно в этом Москве, в котором Болгария могла быть на основе европейского, российского, экономического, политического, культурных отношений. Так что, я надеюсь, что Болгария найдет такую дорогу в Болгарии, на которой это будет Спасибо. Спасибо большое. Я хотел сказать, что у нас самый молодой участник это снический летний Атанас. он сказал, что они большим энтузиазмом будут участвовать во всеми мероприятия, которые задумываются между молодежью России и Болгарии. Так что, я прошу прощения, что немножко перешли время, 10 минут, но надеюсь, что это было интересно, и слово вам, Москве. Да, Любомир, большое спасибо. Еще, Атусик, я готов в заключение отдать слово одной из прекраснейших болгарских журналистов, Оля Ахмед, которая работает в болгарской эфире грантной агент. Пожалуйста, Ольга. Здравствуйте, уважаемые коллеги в Москве. Я рада вас видеть и поддерживаю Снижалу дорогу. Хотела бы тоже в заключение сказать что это оптимистично, что я тоже оптимист на будущее, но для того, чтобы это в будущем обоспичь, нам нужно работать. Нам всем, которые мы собрались здесь и в Москве, мы должны продолжать работать, потому что у нас есть молодежь, это у нас в таком обществе 26 лет, мы все здесь сидящие, и мы там немножко другого поколения. То есть мы эту память храним и наша миссия это историческое просвещение продолжить. Именно для этого наша задача ваша и наша продолжить активнее. Активнее работать именно работать с молодежью, потому что как вы все сказали, молодежь это наше будущее, чтобы взгляд на будущее было следовало, мы должны побольше этой молодежи представлять наши отношения именно такими, какими они были в прошлом и должны быть в будущем. А на это и есть одна задач журналистов, не только журналистов, людей, которые пишут, а также дипломаты, это и люди искусства, это и ученые, которые работают с армистом, дипломатом. И именно этим дипломатам, народным дипломатам нужно давать более шеверную площадку для работы. И к тому же освещать эту работу. Потому что мы слышали, что колоссальную работу проводят на территории Болгании КИЦ, русской культуры Центра. Я хочу сказать, что колоссальную работу проводят и Болгарский культурный институт, в Болгарисея, постоянные мероприятия, выставки, совместные концерты. Но, большое но, об этом мало пишется. И пишут определенные СМИ. Вот в этом и проблема, которую Снежана Задорова затронула у нас в студии, а именно объективное неотвещение. К сожалению, в Болгарии у нас такая проблема, что политику многих СМИ диктуют собственники, то есть инфекционная политика диктуют собственниками этих СМИ. И многим журналистам не дается возможность правильно и объективно освещать все эти прекрасные мероприятия, которые осуществляются на территории Болгарии. Поэтому наша задача, коллег-журналистов, работать на свобода СМИ для того, чтобы правильно показывать Болгарску надежи, правильно показывать то, на что мы все способны, а именно работать в правильном направлении этих взглядов на будущее, правильное русло, правильную колею направлять это в будущее. Ну и, конечно, вы сказали, правильно работать на тем, чтобы больше не разукрашивали, я так говоря, памяти, не разукрашивали, что они разукрашивали, короче, в лодере. Я думаю, что молодое поколение даже не помнит эту письку, в передней поле в короче, где бульки лимны шулят, стоит в Болгарии Алёша, в Болгарии русский солдат. А вот это они должны как-то знать, понимать. И поэтому это очень хорошо, что существуют такие молодежные форумы, как в Сочи, там была большая воноскопиликация, и не нужно побольше таких подъездных мероприятий для молодежи. Например, программа Роспотрудничества, правда, обязательная программа, это прекрасная затея, я каждый год об этом пишу и буду продолжать писать, потому что об этом молодые люди должны узнавать их тоже. Я сама очень благодарна этой программе, потому что мой сын учится на 4-ом курсе в ГИКО в Москве по этой же программе. Но надо делать все возможное, чтобы как можно больше узнавали об этом. А это наша задача, задача журналистов. Поэтому объективность, прозрачность, активность в восхищении и, конечно же, мы, я думаю, живем до хорошего будущего. Благодарю, слово Москвы. Да, я благодарю вас, Любомир, и всех участников с болгарской стороны за очень содержательный и интересный разговор, за вашу инициативу вот так вот встретиться накануне 140-летнего юбилея установления дипломатических отношений между нашими странами. Давайте чаще встречаться, чаще говорить друг с другом, подключать к нашим разговорам молодежь. Только тогда мы можем построить действительно настоящее совместное будущее. И все у нас будет хорошо и замечательно. Еще раз всех нас с общим праздником. Всего доброго, до свидания и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.